К другим темам. Личный прием граждан, контроль обеспечения жильем медработников, инспектирование капитального ремонта и строительства социальных объектов. Очередная рабочая поездка губернатора Вячеслава Гладкова, как всегда, выдалась насыщенной. Накануне он посетил сразу два муниципалитета, Губкинский и Сароскодский округа. Главу региона сопровождала наша съемочная группа. С подробностями Михаил Перетокин. Губкин, общежитие на улице Фрунзе. С местными жителями губернатор уже встречался ранее. Сейчас капремонт здания на стадии завершения. Готовы фасад и кровля, инженерные сети. Но у жильцов претензии к качеству выполнения внутренних работ. Поэтому глава региона осмотрел жилые помещения лично. Я с вами согласен. Вот эти душевые кабинки, которые стоят у вас в конце каждого коридора, они на самом деле неправильные. И я хотел бы попросить, что нахуй, Алексей, посмотрите, пожалуйста, крепление вот этих пластиковых перегородок, потому что они здесь сделаны, конечно, не качественно. И второе, давайте мы уберем эти поддоны и заменим их на душевые кабинки. Следующая точка – музыкальная школа номер один. Ее капремонт завершили в октябре. Во время работ учащиеся, а их порядка 500, занимались в других учреждениях Губкина. Сейчас они вернулись в родные стены. Помимо основных работ, также в рамках нацпроекта «Культура» в школе обновили музыкальное оборудование. Сделали акцент и на доступной среде. У нас изменилось все. У нас изменилось оформление коридоров, оформление классов. Все совсем по-другому. Дети, которые у нас учились до и увидели эти изменения, они, конечно, были в восторге. Особое внимание губернатор уделяет обеспечению жильем медицинских работников. В Губкине Вячеслав Гладков встретился еще с одним врачом, получившим квартиру. Владимир Лозовой вместе с семьей переехал из Украины. Сейчас работает по специальности педиатр-психиатр в местной детской больнице. С начала ноября с женой и тремя детьми живет в уютной трехкомнатной квартире. То есть вы довольны? Я довольна. Умечательная квартира. Для наших детей это просто... Как раз вот мне, вы нечисло, я хочу там было. Я очень рад, что вы приехали к нам. Я так понимаю, что сапога Александр Сергеевич тоже врач, да? Да, да. Мы уже там место подобрали ей после того, когда выйдет на работу. Из города Горняков Вячеслав Гладков направился в город Металургов. Губернатор оценил, как в Старом Осколе продвигается строительство инфекционного центра. Планируется, что возведение этого комплекса закончат уже зимой. По срокам я все равно понимаю, что этот объект мы планируем все-таки конец января. Я думаю, да, потому что, Вячеслав Олегович, все равно Новый год поставки, я думаю, что замрут на какой-то момент. Но с учетом сегодняшней тенденции, я думаю, что здесь мы месяц, нам ничего не дали. Ну, чтобы у нас не упало качество. Диалог с жителями – отдельная часть рабочей поездки. На личный прием к главе региона в Старом Осколе записалось 13 человек. Вопросы, с которыми приходят жители области к губернатору самые разные. Это вопросы, связанные со строительством и ремонтом социальных объектов, капитальным ремонтом, сферой ЖКХ, водоснабжением. Интересующая всех тема вакцинации и QR-кодов, их действия на территории региона. Итоги личного приема Вячеслав Гладков подвел в своих социальных сетях. И главы молодцы, и заместители губернатора, и директора департаментов приемы проводят регулярное количество людей. К ним записывающаяся увеличивается, но на сегодняшний день ко мне пока больше всего. Надеюсь, что все, что обещал, сделаю, стоит на контроле. Если вдруг что-то просмотрел, звоните, пишите, ругайтесь, советуйте. Я жду вашей реакции. Михаил Перетокин, Андрей Андрейко. Программа «Такой день» на мире Белогорья.